ПРИЗМ Обстановка по кайфу Я призму поцелую О, всем привет, ролик-то уже начался На связи Руслан Захаркин, канал Захаркин Крипта Сегодня снова о призм Снова есть три офигенные теории И кажется, последняя из них Самое важное, что же происходит с призм Кто виноват в падении курса И что нам делать дальше Разумеется, видео информационное Каждый решает сам Что ему делать со своей призмой Продавать, покупать, холдить Ничего не делать Негативить, позитивить Опять-таки, ничего не делать Либо, как и я, снимать ролики Ну что же, let's go Сейчас будем делать прожарку Три теории Первая, почему все так происходит Просто это рынок Это пандемия Это просто волатильность Потому что на бирже всегда что-то покупается Что-то продается Что-то идет наверх Что-то идет вниз Ну так сложилось Все Это первая теория Вторая теория какая Я сейчас быстренько пробегусь Максимум минут 10 займет Не более того А может быть и того меньше Вторая теория Ну это конкретно В общем засланцы какие-то Которые специально сбивают курс призм Вот Потому что он им не нравится Негативный фон Кто-то проплатил Кто-то хочет призму опустить И типа призма скам О как Такая вот даже теория есть И люди думают Вот скам Нет, мы не будем сюда инвестировать Нам это не нужно Мы вообще хотим уйти куда-нибудь в другое место Хотим уйти в другие проекты Кстати Я в принципе не против других проектов Просто вот есть адепты Которые против этого И поэтому я там в немилости Ну да ладно Мне насрать на адептов Самое главное Чтобы люди Всегда диверсифицировали свои Как раз инвестиции Чтобы если что-то их подведет Очень сильно Как сейчас крипта Они хотя бы с голоду не помирали И не бегали за кредит И вот это самое важное Так вот И вот мнение идет Что Это второе кстати мнение Да, вторая история Что значит призма скам И поэтому ее обваливают Почему-то там Да, либо она сама обваливается В общем какие-то негативщики Все это вещают Призм падает Говорят что скам И все как бы Да, вот такая вот теория Что просто есть люди Которым не нравится призма И они ее убивают Если вы планируете Индивидуальный дизайн Своей квартиры Или загородного дома Архнадзор Визуализацию И так далее Я советую обращаться В студию Дизайн-арт Владимира Казака И Елены Носаревой Эти дизайнеры Архитекторы Смогли разработать Более сотни проектов За более чем 20-летний опыт работы Если вы хотите Индивидуальный подход Гибкую систему скидок Точный расчет Сметной стоимости Сэкономить свои нервы И получить достойный результат То я рекомендую Только дизайнер Поверьте мне И сайт хороший И люди достойные И работают В режиме полной конфиденциальности И третья теория Которую я вот недавно прочел Как раз в телеграм-каналах На самом деле Она самая правдивая На мой взгляд Вот прям самое Что ни на есть правдиво Хотя я могу ошибаться И люди, которые ее придумали Тоже могут ошибаться Она значит заключается в следующем Сейчас идет Самая мать его масштабная Обезжиривание всех призмачей От мала до велика Опускают Сейчас призму В пол Чтобы откупить По одной копейке Потому что сейчас уже Вон Менее 50 копеек Она стоит И все падает Падает Менее 40 Менее 30 Короче Я не знаю Что будет дальше Но Согласно этой теории Сейчас ее полностью Опускают Пол Вот сюда Вот ниже Просто некуда Вот просто в задницу Она идет А потом с одной копейки Все ее откупают И устраивают Очередной памп Значит Вспомните графики Вот в своем прошлом Видео о призме Я уже показывал Что у нее были взлеты И падения Но сейчас падение Самое долгое За всю ее историю С ноября 2019 С конца ноября Точнее С начала ноября И до сегодняшнего дня Как раз по сути Сейчас уже это Середина сентября Ну по факту И до сих пор Происходит падение Так вот Опускать будут в пол Большие кошельки Это делают Вместе с биржами А дальше Короче Они все это скупят Обезжирят по максимуму А потом начнут Жесткий памп Очередной Жесткий памп И говорят Что мы все Офигеем от того Какая будет цена На бирже Вот такая вот теория Ее кстати придерживаются И молодые призмачи И адепты И ряд трейдеров Ну а также конечно же Руководители бирж На самом деле Я тоже ее придерживаюсь Немножко Но я понимаю Хотя бы кому это выгодно Это выгодно биржам Руководителям бирж Это видно адептам Чтобы обещать новичкам Что все будет хорошо Лучшая жизнь будет Знаете вот как вот В церкви там Или еще где-то Там ведь живут Не сегодняшним днем Там живут В будущем Хоть я и католик Но я понимаю Определенную психологию Сейчас ты будешь страдать Но потом тебе будет хорошо Вот то же самое Делается и в призм Сейчас курс плохой Но потом Обязательно потом На каком-то блоке Будет хорошо Когда паратакс Дахтинник Там 97% Он будет 98% Или 99% Сколько там уже обещают Там я даже не помню 97% кажется И 98% для форжеров Или наоборот 97% для форжеров 98% для всех остальных Вот честно Сейчас я не помню Но все же Черт Пришлось прерваться Что-то наушники у меня сели Ну да ладно Надеюсь что меня слышно Так вот То ли у форжеров Там 97% будет А у нас 98% паратакс То ли наоборот Правда не помню уже Ну кажется вот этот вариант Но не суть Главное подождите Все будет хорошо Вот из нас делают ждунов Что все будет хорошо Призм нужно качать Западные и восточные рынки Новые люди Вот все что я говорил еще давно И в том числе в Питере Я еще раз повторяю Лучшее выступление в Питере Было мое Кто бы что не говорил А многие говорят Что так оно и было Потому что я действительно Изнанку вывернул призм Но в очень культурной форме Потому что организаторы Очень хорошие люди Я не стал жестко прям говорить Но я сказал Все по факту У призм глубокие проблемы От слова совсем Если не будет западных Восточных партнеров Не будет пиара в соцсетях А на пиар даже денег нет Вот в чем фишка Поэтому конечно мы в своем Рунете как-то вот так вот сидим И думаем что с призм Все будет хорошо Но так что толстосумы придумали Которые как раз имеют отношение И к биржам И к пулам А также Просто к большим кошелькам Которые изначально уже Ну ребята более опытные Которые бреют хомяков Что значит побрить хомяка Это значит его обезжирить Значит сделать так Ситуацию Такую поставить на рынке Чтобы у этого хомяка Возникло желание Короче говоря Все слить Лишь бы вообще В полном минусе не остаться Хотя все останутся в минусе Потому что ну блин Если они все продают За какую-то дешманскую цену А покупали ее задорого То все будут фиксировать убытки Но есть страх Что монета дойдет до одного Не просто цента Она уже дошла И ушла вниз А до одной копейки И что вообще люди все потеряют Поэтому люди хотят Хоть что-то Вот просто Хоть что-то Вот забрать Из этой истории Хотя бы копейку Выручить с призма А потом Вполне кстати Вероятно Что действительно Пойдет жесткий памп Может быть до 20 До 30 До 50 центов И те кто Сейчас у нас Скупает по дешевке Что они будут делать Они будут Фиксироваться А мы уже будем покупать По совершенно другому курсу Потому что призмы знаем И в призмы верим Вот какая история Может произойти Опять-таки Это прогноз Но он очень реалистичный Поэтому я его поддержу Но немножечко От себя добавлю Может быть призм Конечно опустят И не до копейки Как многие думают Может быть до 50 А потом начнут памп Но памп будет Либо быстрый Либо очень долгий Чтобы снова привить Скорее всего долгий будет Чтобы привить Какую-то надежду Что вот смотрите Призм возродилась А все негативщики Или нейтральщики Как Захаркин говорили Что у призм Большие проблемы Вот смотрите Как круто покупайте Да я же не против Ну правда Я же не против Наоборот Пусть призм растет Но я против того Что сейчас происходит паника На той же самой бирже БТЦ Альфа Когда люди Сливают свои кровные копейки За копейки еще большие Ну просто жесть Просто жесть Еще большие копейки То есть Покупали допустим За 50 центов А сейчас смотрят Ой нет Что-то призма пошла вниз Надо продать И пофиг Что я зафиксирую убытки И продают за 30 Я даже такие случаи знаю Мало того Что люди Которые за 50 рублей Покупали По рублю продавали Так сейчас Те кто за 50 копеек Покупают Фиксируют убытки На 35 Но это просто жесть Просто жесть Поэтому пожалуйста У меня Есть такая Знаете Маленькая ко всем просьба Если вы призмач Если не призмач То пожалуйста Это как бы Не для вас Хотя не Наверное тоже для вас Вы конечно же можете Посмотреть на криптовалюту Призм Если она вам нравится Если вы меня там Посмотрите еще кого-то Изучите графики Поймете Что вам она близка Пожалуйста Ссылочки будут в описании И на спейсбот Где я сейчас нахожусь И на обычный Как бы кошелек Где его можно создать Здесь все решение Как бы да За вами Хотите заходите Хотите не заходите Это ваше дело Но если вы уже призмач Большая к вам просьба Не сливайте монеты За копейки Выставите ордер Не от нужды А вопреки Если вам так нужно продать Там хотя бы за 10 центов За 15 Я имею ввиду Доллар цент Да А не за 15 копеек Что же вы делаете Вы же активы покупали Намного дороже Поэтому пожалуйста Не сливайте все за копейки Неужели вам Ваши инвестиции Вообще не нужны Это для вас туалетная бумага Как бы это Воспользовались и выкинули Так же тоже нельзя Я понимаю что это ваши деньги Вы можете принимать решение Любое Хоть подарить кому-то Хоть там на мошенников Попасть и чтобы им все перевести Потому что у нас ведь и мошенники есть Которые типа Ой мы гаранты Давайте мы вас купим Вы только отправьте Как мне одна бабулька тоже написала Ой если что же Можно вернуть транзакцию Но бабулька то Была не в курсе Что я С призм то очень давно И я знаю что такое Невозвратная транзакция А в призм транзакции все Невозвратная Поэтому блин Точнее отмены транзакции нет Разводить не надо Но разводил к сожалению В нашем сообществе очень много Поэтому я желаю всем Энергии огромной пробивной Веры безупречной Внимательно еще раз Пересмотрите это видео Вспомните про третий сценарий Развития в призм И помните Что за любым дампом Если он не смертельный А здесь очень большое комьюнити Вряд ли он будет смертельный Опять таки это мой прогноз Вряд ли он будет смертельным Но все может быть Так вот За любым дампом Скорее всего последует памп Поэтому призм На мой взгляд Не обречена Огромная комьюнити Люди верят в монетку И готовы ее брать А что еще нужно Для возрождения монеты Как знаете феникса Вот птица феникс Убьешь Бомбанешь ее по башке Она все равно потом восстанет Недаром Как бы до кино было Гарри Поттер И орден мать его за ногу феникса Вот такие вот дела Если вам понравилось мое видео Пожалуйста поставьте лайк Сделайте репост Подпишитесь на мой ютуб канал Захаркин Крипта Пожалуйста Поставьте колокольчик Чтобы не пропустить новое видео И все свои умные мысли Касаемо развития призм Прошу вас написать В комментариях Под этим видео Мне будет очень приятно Пообщаться с каждым Высказывайте любое мнение Касаемо криптовалюты призм Касаемо его будущего Что мы можем сделать Что мы уже не сделаем Верите вы в эту монету Не верите Заходили не заходили Там еще что-то В каких вы пулах Или вы в личных кошельках Кому вы доверяете А кого считаете вруном Пожалуйста Вот напишите развернуто Самое главное Аргументированно Если просто одним словом Херня Или хорошо Ну сами понимаете Ну какая здесь может быть объективность Поэтому жду от вас Нормальных Развернутых ответов Всем добра Ни в коем случае Не попадайтесь На мошенников Надеюсь Что у вас все будет хорошо Что вы не будете фиксировать убытки Вы будете фиксировать Только прибыль Вне зависимости В призвы или нет И чтобы вы чаще улыбались Как я В бреке тогда Если у кого-то есть проблемы С зубами Кстати Лучше лечите с молоду Мне не уподобляйтесь Потому что зубы Они как говорится Вроде второй раз даются Но второй раз уже на всю жизнь Поэтому Берегите здоровье с молоду Пока Субтитры сделал DimaTorzok